Владимир Старченко на Олимпиады ездил с седьмого класса. В этом году он участвовал в отборе кандидатов в национальную сборную по физике в МФТИ. До почетного звания ему не хватило совсем немного. Из гонки он выбыл девятнадцатым. А вот на всероссийском этапе Олимпиады школьников он вошел в тройку лучших. В этом году уже удалось получить диплом призера на заключительном этапе. Собственно, когда обычно около ста человек лучших по России приглашают туда, составляют специальные задания в виде двух туров. И, собственно, пишем, ну и распределяется по местам. В этом году, наконец-то, получилось получить призера. Естественные и лингвистические науки, технологии и ОБЖ. 52 воспитанника школы-лицея в Сарова стали призерами региональных и всероссийских этапов Олимпиады школьников. Для ребят и директоров общеобразовательных организаций в департаменте образования провели торжественный прием. Во время награждения ведущие кратко представляли призеров и победителей, рассказывая об их хобби, увлечениях и планах на будущее. До этого я призером или победителем не становился. Собственно, в этом году я прошел сразу на два заключительных тура по физике и математике. Вот к физике я готовился, к математике нет. Получилось почему-то ровно наоборот. По математике я стал призером, а по физике всего лишь участником. Ребятам на сцене вручили дипломы Министерства образования, науки и молодежной политики, благодарственные письма администрации города Сарова Ирфяц ВНИЕК и ценные призы. С приветственным словом к воспитанникам обратились директор департамента образования Наталья Володько, заместитель председателя городской думы Евгений Михеев и заместитель главы администрации города Сарова Илья Волков. Вы в очередной раз доказали, что образование в нашем городе является одним из лучших не только в области, но и в Российской Федерации. Большое вам за это спасибо. Вы достойно защитили честь нашего города на Всероссийской Олимпиаде школьников. Благодарственные письма и памятные подарки также вручили директорам школ. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей Саров, 24.